Национальный вид спорта так образно можно охарактеризовать ледовый спидвей в Мордовии. Тысячи любителей этого вида спорта с нетерпением ждут его возрождения. На заседании отмечали, что вопросами развития мотоциклетного спорта правительство республики должно заниматься системно и целенаправленно. Мы договаривались о том, что системно будем заниматься развитием мотоциклетного спорта в республике. Конечно, упор будем делать на традиционный спидвей. Для этого нам нужна инфраструктура. На сегодняшний день у нас стоит пока площадки, как мы будем проводить зимний сезон. И хорошая новость для любителей гонок на ледовом овале. Предстоящей зимой запланировано проведение в Мордовии не менее четырех соревнований. Площадку Артема Алексеевича предлагаем определить две. Либо это прямо напротив, около стадиона, где есть удобная транспортная инфраструктура и подход жителей спокойно. В этом году качественно себя зарекомендовало и определение места. Остается вопрос по трибуну. Мы сейчас это прорабатываем каким образом, чтобы для комфортного просмотра. В ходе заседания Артем Сдунов обратил особое внимание на необходимое создание комфортных условий для зрителей. Сервис должен там работать. Малый бизнес должен там работать. Чай, кофе, пирожки, что угодно. Людей много. Холодно. Так немножко надо готовить бизнес и подтягивать под отдел. Дайте возможность людям там тоже заработать свою копеечку, выставиться. Красота, чистота, но все должно быть обставлено. И гостей, чтобы можно было пригласить в других регионах. Пусть люди приезжают, смотрят, наслаждаются. Напомним, что в 90-е годы и в начале 2000-х мотогонки на льду пользовались большой популярностью у жителей Мордовии. В Саранске регулярно проводились чемпионаты мирового уровня, а республиканские гонщики часто становились победителями и призерами различных соревнований. Спидвей в республике востребован до сих пор. Об этом говорят показательные выступления, которые прошли в феврале этого года в Саранске. Несмотря на длительный перерыв и сильный мороз, посмотреть гонки на льду тогда пришли более 10 тысяч человек. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. Народные новости. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. Продолжение следует...